Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение и комментирование свитка Сфири. Перед нами шестая глава. В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их перед царем. И найдено записанным там, как донес Мордахей на Гавафу и Фарру, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Здесь перевод вновь не выдерживает богословского минимализма книги и предлагает нам спойлер, указывая, что Бог отнял у царя сон. Однако масорецкий текст говорит, в ту ночь не спалось царю, и ничего более. Блаженный Иероним Стридонский замечает, что в этой царской бессоннице явно сквозит Божия воля, так как после пира у Эсфири Ахашверош, евший и пивший много, естественным образом должен был бы хотеть спать. Здесь мы вновь возвращаемся к параллелям истории Эсфири Годосы и Софнаф Панеоха Иосифа. В обоих случаях в их истории важное место играет тема сна, как пограничного состояния. В случае с Иосифом фараон спит и во сне видит то, что может растолковать только Иосиф. В рассматриваемом же отрывке царь не может уснуть, и также открывается нечто, значимое для Эсфири и всего народа Израиля. А так как многократно в Писании через сон говорит с человеком Бог, и он есть владыка сна и бодрствования, то толкователи, конечно, небезосновательно видят в данном описании ясные указания на действия промысла Божия. И сказал царь, какая дана почесть и отличие Мордахею за это? И сказали отроки царя, служившие при нем, ничего не сделано ему. И сказал царь, кто на дворе? Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мордахея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю, вот Аман стоит на дворе. И сказал царь, пусть войдет. Из сильных качеств этого правителя бросается в глаза странно уживающаяся со взбалмошным характером скурпулезность. Конечно, не он сам, но не без его указания ведутся памятные книги. Относительно воздаяния Мордахею, в этом можно видеть не только естественный жест благодарности, но и мудрость правителя, понимающего, что если за благодеяние не будет воздаяния, то в следующий раз кто-то из его подданных подумает, прежде чем благотворить царю. Спрашивая, кто на дворе, царь хочет узнать, нет ли рядом кого-то из высших сановников, с кем можно было бы посоветоваться. Этим он вновь подчеркивает свою несамостоятельность, требуя совета и поддержки в таком, в общем-то, обыденном вопросе. В этой главе со всей ясностью Библия указывает на то, что Бог способен действовать в истории с большой долей иронии. «Пришедший причинять зло, обречен на оказание своему ненавистнику почести». Но Бог честно предупреждает о подобном в Откровении. «Нечестивый злоумышляет против праведника и скрижащит на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его», — говорит Псалтырь. «И вошел Аман и сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня. И сказал Аман царю, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят перед ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». Вновь параллель с историей Иосифа. С той лишь разницей, что здесь не Эсфирь, а Мордахей, ставится в обстоятельства, похожие на жизнь любимого сына Якова. В некотором смысле, книга Эсфирь исследует классической схеме, когда история сначала происходит как трагедия, а затем мельчает до фарса. В бытии фараон сознательно возвеличивает Иосифа. «Здесь же царь делает это руками злонамеренного героя-чиновника». Аман так обманулся в ожиданиях, еще и из-за приглашения на пир от царицы, посчитав, возможно, что царь не хочет упасть перед женой и лицом в грязь, и показывает, что как муж и глава способен облагодетельствовать человека много больше, чем она, одним лишь своим вниманием. «И сказал царь Аману, «Тотче же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мордахею иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил». И взял Аман одеяние и коня, и облег Мордахея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил перед ним, «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И возвратился Мордахей к царским воротам. Аман же поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову. И пересказал Аман Зерше, жене своей, и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его, «Если из племени иудеев Мордахей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь перед ним». Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя, и стали торопить Амана идти на пир, который приготовил Эсфирь. Здесь присутствует определенная непоследовательность, объясняемая, видимо, переложением этого разговора автором, безусловно, при нем не присутствовавшим. Так как в противном случае сложно объяснить желание царя уничтожить всех иудеев в государстве, а с другой – возвеличить Мордахея иудеянина путем унижения первого министра. Скорее всего, для Ахашвироша происхождение Мордахея, равно как и Эсфири, носящих местные теофорные имена, было тайной. Ремарка о Мордахее, вернувшемся после торжественного шествия обратно к воротам, понимается толкователями, как его облачение обратно в одежды поста и траура, даже после столь помпезного выезда. Как праведник он понимает, царь оказал благоволение ему, но не его народу. И как он предупреждал Эсфирь, чтобы она не думала, что за стенами дворца при царском благоволении она сможет сохранить жизнь при гибели соперменников, так и он не принимает подобных помыслов. Поведение Амана трудно назвать благоразумным. Уйдив такое благоволение царя к своему врагу, он не пытается сгладить конфликт, а все еще не оставляет планов мщения, на тщетность которых уже указывают ему как друзья, так и супруга. В последнем стихе слышна неотвратимая поступь брошенных жребиев. Уже не столько Аман торопится на пир, сколько его торопят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова